А я живу две жизни, и от каждой беру то, что мне по нутру, да я живу две жизни. Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда я, Джека Плей, и сегодня у нас реакция на конное Ранчи Симс 4. Вы ждали лошадей? И вот они приходят к нам уже совсем скоро, то бишь 20 июля. Там нас ждет не только лошади, но еще и мини-козлики, мини-овцы, из винограда можно будет делать нектар, новый городок, всякие испытания, конный навоз, как вы любите. То есть наша ферма, которая была в Хэмфорд-он-Бэйгли, расширяется, и теперь у нас будут не только коровы, курицы, доламы, но и теперь еще вот эти мини-животные и, собственно, полноценные члены семьи в виде лошадей. И сейчас, собственно, вот у нас уже таймер идет, 0.44, слушайте, посмотрите, какие они милашки, вы посмотрите, какие они милашки, я не могу. Скорее всего, они будут декоративными, то есть мы можем понаблюдать за ними, приласкать, может быть, поговорить. Я знаю, что еще, скорее всего, на скриншотах я уже видел, мы сможем стричь вот этих вот маленьких овец. Я думаю, что это как раз-таки нам нужно для того, чтобы вязать что-то там, вот с каталогом нарядной нитки, к примеру, как это было с ламами. Этот гвоздик, блин, это мило, это мило, вот честно, вот этого я и ожидал. Не только вот лошадь и городок, а, собственно, что-то такое вот интересное, и Лаврентия на фоне кричит. Уж меня простите, записываю в таких вот условиях, с Лаврентием на фоне. Ой, какая красота, апплаус. И что это? Ну, прям такой, знаете, ковбойский стиль, этот взгляд. И лошадь такая. Привет! Хаурс Рэнч. Ну, конная ранча. О, какой красивый городок, ну, в плане местности, район этот был очень красивый. Ну, можно будет так же, как и в Sims 3, заниматься с лошадьми, прокачивать их навыки, чтобы они там всякие препятствия проходили. Взаимодействия были с маленькими этими нашими животными. Так, запрыгнула на лошадь. И она ее скинула. Ну, похоже, было в Sims 3, я тоже помню. Во! Топчется, давит виноград. И бахнулась. Ну, бывает. Конечно, тут нас ждет по типу Аризонный городок. Я не особо люблю вот эту сельскую местность, но я вижу, что здесь есть луга, травушка. И мне это нравится, да. Еще, кстати, там был навоз, которым можно будет удобрять растения в огороде. Что, собственно, многие также ждали в загородной жизни, но этого не было. Уйди. Можно даже поднять этого козлика маленького. Ну, не знаю. Какая красота. Можно будет из разных пород выбирать лошадь. Создавать ее в редакторе саня персонажа. Она также будет занимать слот в семьи. Что, собственно, и честно, меня раздражает то, что кошки и собаки занимают слот. О, новые танцы будут. И прям танцевать можно, когда виноград давишь. Музыка, кстати, класса на фоне. Мне нравится. Это будет конно-спортивный центр, который будет в виде кроличьей норы. Так как там такая темнота, сим заходит и пропадает. Амбарные танцы. Типичная поза с бокалом. Не знаю. И, честно, я рад. Моя душа рада. Потому что нам не только лошадей добавят, но и множество различного контента, чтобы наша ферма заиграла новыми красками. И уже выходит все 20 июля. И до 31 августа можно приобрести загородную жизнь. Хотел я сказать, но это конное ранчо. И тогда мы сможем получить дополнительные предметы. Такой заводной трек на фоне был. Я прям танцевать хотел. Там что-то там давят. Там запрыгивают на лошадь. Кого-то там целуют, обнимают. И у меня прям такая радость. Ферма. У. Пока что все нравится. Многие, наверное, скажут, что это распил контента. Большое кошки и собаки одно дополнение. Загородная жизнь другое дополнение. Теперь у нас еще и конное ранчо. Возможно. Но тут немножечко все-таки тематики разнятся. Загородная жизнь это что-то было европейское. Сейчас это что-то такое Аризоны, Техас, конное ранчо. Кошки и собаки это было что-то сосредоточенное на домашних животных. Да, возможно было бы хорошо это получить сразу же в дополнении, в одном. Вы сами же понимаете, что это Sims 4. Другого исхода и ждать не нужно. Но вот что касается городка, я не особо люблю вот этот вот стиль Техаса, пустыни, Аризоны. Тут, конечно, полный пролет лично для меня. Но я заметил, там есть луга и скорее всего там есть районы с травушкой, как это было в Уазе Спрингс. И это меня уже очень сильно радует, потому что в таких районах я бы хотел бы жить. Кто вам мешает создать лошадь и сделать ферму в Хэмфорд-он-Бегли? Я думаю, что проблем нет. Посмотрели мы с вами трейлер, разбирать его полностью я не буду, потому что вы можете сами включить его по ссылке в описании, посмотреть. Мои эмоции вы уже увидели. Ну так давайте посмотрим скриншот и возможно что-нибудь интересное мы сможем там углядеть. Вот, первым делом у нас вот такой вот скриншот с новым вот этим вот конным центром. Как я вам говорил, тут видите такая темная штука, скорее всего это будет кроличья нора. Здесь могут тренироваться лошади, все такое, знаете, в техасском стиле, ковбой, вот эти флажки. Типичная американская местность, больше я тут ничего не могу такого серьезного для себя подметить. Просто конно-спортивный центр, идем дальше. Тут у нас, я так понимаю, типа таверна какая-то, новый бар, скорее всего, или что-то в этом духе. Новые танцы, играют на пианино, кто-то выпивает, новые наряды. Я не особо люблю вот эту вот тематику ковбоев. Блин, это прикольно выглядит, опять же, это вкусовщина лично для меня, но мне нравится, как одежда, как и предметы, все такое деревянное, классное. И я думаю, что вот эти вот деревянные предметы режима строительства можно будет идеально вписать в деревню в Хэмфорт-он-Бегли. То есть эти два дополнения можно совместить и получить ту ферму, которую мы хотели. С навозом, чтобы удобрять всякие грядки, с нарядами, со всеми лошадьми, животными и тому подобное. Поэтому, если вдруг вам не нравится этот стиль, не переживайте, покупайте дополнения, играйте с лошадьми, играйте с новыми маленькими животными, но просто в другом городке, допустим. Почему бы и нет? Я, собственно, так, наверное, и поступлю. Тут мы можем заметить, что Сим давит виноград, делает какой-то нектар. Плюс я на заднем плане вот тут вижу Симку, которая что-то делает с лошадью. Скорее всего, ее там гладит. И посмотрите, тут есть шляпа. Скорее всего, мы сможем также наряжать наших лошадей, как это было с кошками и собаками, помните? Вот, также есть кучка навоза, которыми можно будет улучшать все в огороде. Ну, удобрять, собственно. И ребенок на лошади. Я не припомню, чтобы на лошади могли сидеть дети в Симс 3. А в Симс 4 возможность такая у нас есть. И это очень круто. Плюс я вам уже говорил, что можно будет подстригать вот этих вот мини-маленьких овечек. Тут какой-то пух летит. Скорее всего, этот пух потом собирается, и мы что-нибудь из него вяжем. Ну и тут у нас маленький козленок. О, кстати, тут есть у нас готовые, скорее всего, нектары, бутылки. Новая одежда для тоддлеров, также можете увидеть, есть. Следующий скриншот нам демонстрирует то, что мы можем делать целый амбар для наших лошадей. То есть, стоило их. Тут у нас всякий декор. Вон там есть всякие вилы, грабли, лопаты, сено. Кстати, сено можно будет собирать на лугу, а потом им кормить животных. Плюс там, вон, ковбойская шляпа, всякие полотенца. Новую, тут весь декор. И посмотрите на эту милоту, ну они классные, вот эти вот овечки. Там вообще козлик упал. И, кстати, лошадь взаимодействует с козликом, посмотрите. Сейчас, кстати, набирает популярность тенденция заводить мини-пигов, мини-овец, мини-козликов. И вот разработчики не стали проходить мимо вот этой вот всей штуки. И то же самое нам демонстрируют. Ну и все, это был последний скриншот, который доступен. Давайте почитаем, может быть, какая-нибудь там интересная новостная статья вышла. Да, вышла новая статья о дополнении Sims 4 Конное Ранчо. Вы на коне. Зовите в гости хозяев соседских ранчо, в игру пришли лошади. Что может быть лучше, чем жить на собственном земельном участке среди пейзажей в духе Дикого Запада? Приглашаем вас обустроиться на ранчо и исследовать местную природу. Что бы вы ни выбрали, полный хлеб животных или тихий домик в прерии. Каждый миг вашей новой жизни будет наполнен смыслом. В дополнении Sims 4 Конное Ранчо игроки смогут воспитывать и тренировать благородных лошадей и дружить с очаровательными карликовыми козочками и овечками. Местные всегда готовы посоветовать, как лучше вести дела. Достаточно только сесть верхом и доехать до города. Сул-сул, друзья, добро пожаловать в Честнат Ридж, новый мир, вдохновлением для которого стала красота американского запада. О, вы уже чувствуете эту сложность названия? Обожаю. То Хэмфортон Бэгли, то Бриндлтон Бэй, то теперь Честнат Ридж. Спасибо, разработчики. Люблю такие прекрасные названия. Только представьте, вы просыпаетесь на ранчо своей мечты. Будь то традиционный домик или современный коттедж. В жизни ранчо активно участвует вся семья, в том числе и лошади. Потому что теперь симы могут принимать в семью лошадей и ухаживать за ними. Каждое животное привносит на ранчо что-то свое, например, порцию милоты. Ой, вот это, конечно, прям вообще милота, милота, милотейшая. Симов ждет много труда и насыщенный досуг. Нужно убираться в стойлах для лошадей, чинить что-то, что сломалось и так далее. Работа на ранчо не переводится. Пусть ухаживать за животными и собирать бурьян им на корм непросто, но зато ваши симы будут ощущать, что трудятся не зря. Если рук уже не хватает, можно нанять в помощь рабочего. Вот это, кстати, очень интересная возможность. Потому что мне вот всегда хотелось, чтобы нам кто-то помогал. Допустим, у вас один персонаж в семействе. Он решил завести конный ранчо или просто какую-то ферму. А тут у тебя и курицы, и овечки, и ламы, и там кто-то у нас коровы, лошади. И рук двух не хватает. И нужно еще кто-нибудь, чтобы нам помогал. И тут можно нанять рабочего. Это очень крутая штука. Вот прям вообще. И, кстати, я забыл сказать, что можно красить потолки. Я сейчас что-то вспомнил, что да. Это, скорее всего, с обновлением. Прям вау. Ваши симы любят что-то смастерить или придумать? Пускай готовят собственный нектар из самых разных фруктов. Или картошки. Или даже мусора. Ууу. Экологичная жизнь сразу промелькает у меня в голове. Готовый нектар разливается по бутылкам. Его можно пить по несколько порций за раз. Причем напиток оказывает влияние на симов. Ну, эмоционально, скорее всего. А если выдержать нектар на специальном стеллаже, за него заплатят большие симолеоны. Наранчо легко наполнить свою жизнь общением с животными. Лошади, в том числе очаровательные жеребятки, станут для симов полноценной частью семьи. Они много взаимодействуют с симами и со своими собратьями. А еще можно завести карликовых овечек и козочек. Первых стригут, а вторых доят ради симолеонов. Соседи с радостью придут ими умиляться. Ну, у меня уже улыбка просто не слазит все видео с видоса. Ну, короче, тут информации очень много. Описывается, что мы можем создавать в редакторе сцене персонажей животных. Выбирать породу, изменять форму головы, гриву, хвост, щеки, массу, длину шерсти и не только. Еще, кстати, будут рождаться новые жеребята. У каждой лошади свой характер. И жеребята учатся как у родных, так и у тренера. Собственно, классно. И Лаврентий, смотрите, тут как всегда пришел. Также пишут, что тут очень много троп для верховых прогулок. А еще можно отправиться в город Нью-Аполлуза. Или проехаться по долине всадника. Аполлуза. Аполлуза плейн. Вспомните? Симс 3. Как бы, да, это отсылочка небольшая, мне кажется. Аполлуза плейн. Самые смелые смогут испытать удачу в пещере зловещей лошади. Это что, будет новая скрытая локация? Вау. Ну, вот самое интересное, напоследок. У лошадей есть 4 навыка. Темперамент, ловкость, прыжки, выносливость. Навык прыжки лошади развивают с помощью препятствий для прыжков. С развитием навыка ловкости помогут бочки. Все эти навыки пригодятся для участия в состязаниях в конном центре. Победители получат симолеоны, а еще таблички и металлические указатели, которыми приятно украшать вывески для ранчо. Сильнейшие встречаются на главном конном чемпионате. Ну и плюс тут, скорее всего, какая-то организация совместно с Симсом выпускает это дополнение. Коренные народы Америки всегда ощущали глубокую духовную связь с лошадьми, подчеркивает близкая подруга Симс. И эксклюзивный редактор Стэйси Паршал Дженсен, которая активно участвовала в разработке дополнения Симс 4 и конный ранчо, как я уже вам сказал. Ну слушайте, ребята, дополнение достаточно наполненное. Может многим показаться, что, опять же, как я говорил, это разбитие контента на разные части, мне все нравится. Я же говорю, у меня улыбка не уходит с лица на протяжении всего видео, я так никогда не умилялся. Это настолько милое дополнение. Кстати, я, скорее всего, предзаказ делать не буду, потому что я лоханулся с Эпик Геймсом. Вот, и я не получу эти предметы, но я, если честно, не расстраиваюсь, потому что мне это кресло-качалка, гитара и вот это вот колесо на стену нафиг не надо, поэтому как-то обойдусь и без этого. В общем, ребята, что вы думаете по поводу нового дополнения, будете ли ждать, будете играть, мне очень интересно и с нетерпением узнать ваше мнение в комментариях. Также буду рад вашей поддержке в виде лайка, подписке на канал, также можете оформить подписку на мои социальные сети, на бусти, там много эксклюзивного контента. И вырезки с этого видео тоже будут, если они будут, скорее всего, будут, потому что я тут, как всегда, наговорил, уже вон записываю 20 минут. В общем, всем огромное спасибо, что вы были со мной, увидимся с вами в обзорах дополнения, на трансляциях на Твиче и в других интересных видеороликах. Покедова! Субтитры сделал DimaTorzok